На стали синие мы танцуем под минимал, да 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 вы красивые, но таких как вы дох** я. Привет друзья, в этой распаковочке покажу вам как выглядят два очень, ну очень доступных смартфона от Huawei. При этом по моему цена-качество зачетный, именно потому я взял их на обзор. Honor 7C и 7A Play. Глянем что там по экранам, звуке и камерах вкратце. Аппараты сами по себе очень интересны. Во-первых, это не подвал, а именитый и надежный бренд. Во-вторых, тут стоят хорошие процессора от Snapdragon. В 7C Snapdragon 450, что в тандеме с HD экраном будет давать просто отличную производительность в играх. В 7A стоит Snapdragon 430, тоже проверенный и хороший процессор. А главное их цены. 7C версия 3.32 обошелся всего в 144 доллара, что считаю отличной ценой. Самые дешевые на момент покупки были в синим цвете, их и взял. По-моему цвет отличный, спереди черные, сзади темно-синие, потому отпечатки не так видны, как на черном. 7A Play обошелся мне в 133 с лишним доллара. Версия 2 гигабайта оперативной и 32 встроенной памяти. Сейчас можно взять еще дешевле. Есть версия Pro с дополнительным гигабайтом памяти и сканером отпечатка пальцев, а также дополнительной камерой сзади. За эту версию просят примерно на 20 долларов больше. Еще при покупке я использовал кешбек-сервис от Letyshops и уже вернул по пару баксов с телефона назад. Потому рекомендую и вам. Пришли вот в таких надежных упаковках с воздушными матрасами. Можно хоть в футбол играть, но конечно не нужно. Обклеены фирменным скотчем, как снаружи, так и изнутри. Если на таможне захотят заглянуть в посылку, вряд ли это получится незаметно сделать. Ссылку на магазин, где купил, а также на другие с хорошими ценами, ну и кешбек-сервис смотрите в описании. Оба аппарата поставляются в похожих коробочках бирюзового цвета. Внутри скромная комплектация, кабель microUSB, зарядка на 5 вольт 1 ампер всего лишь, инструкция и скрепка. Взгляните на экраны в сравнении. За такую цену по-моему очень даже ничего. Яркость неплохая, насыщенность бывает и получше, но не скажу, что тут ее мало. Как раз пойдет. А еще у них есть отличная особенность. Лотки не комбинированы. Тут стоят две сим-карты и карта памяти. По-моему это лучшие из всех решений. Потому если есть карта памяти, можно брать на 32 внутренней памяти и ставить карту, и вам будет очень комфортно. На экран уже сразу наклеена пленка, то ли тонкое стекло. Снимать не нужно, пусть защищает экран. Все равно, судя по отзывам, олеофобки нет. А сзади наклеечка, которую так просто не снять. Просите кого-то с ногтями. Также, что уже заметил, есть индикаторы событий. А также Face ID в обоих смартфонах. И на 7А работает настолько хорошо, что можно пользоваться с комфортом и без сканера отпечатка пальцев. В 7С работает как сканер отпечатка, так и Face ID. Так как модели совсем свежие, тут стоит уже 8-ой Android под оболочкой EMUI 8. А еще я удивился, включил YouTube. Звук в младшей версии прям бомба. И даже получше, чем в 7С. Прямо разница в громкости и в частотах. В 7А есть даже басы. В 7С не сказать, что плохой звук, для этой цены нормальный. Но он более писклявый. В 7А прямо отличный. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь пару фоточек с камер данных смартфонов и сравним в видео. Пример записи видео на Хонор 7А Play. Пример записи видео на смартфон Хонор 7С. У нас тут жарко и кошечки прячутся под цветочки. Ну что же, друзья, это была распаковка. Несомненно, на эти аппараты нужно обращать внимание. За эту цену просто отличные, по-моему, классные ПО, сканер лица, шустрые. И я знаю, откуда берутся данные гаджеты. Все благодаря битве брендов за бюджетный сегмент. Эти смартфоны альтернатива тем же Redmi от Xiaomi. В общем, скоро обзор и старшей, и младшей версии. И пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать о них. И с какого вообще начать. А с вами был Смарт Плюс. Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И лайк, если не жалко. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok